что происходит в сизо 2 таганрога что это за место это тяжелейший вопрос сизо 2 таганрога это место где пропадают люди это место где существуют пытки и пытки подтвержденные давайте так не так давно не так давно в сизо ростова появились двое молодых парней из украины избитых измученных измочаленных и мне об этом сообщили я узнала фамилию я пошла на украинский канал самый большой да и сказал что ребят вот вот этот и это да вот живы поступили в ростов два человека оказалось это двое в на пленах солдаты они пропали два больше двух лет назад то есть их родители считали не в числе живых а все это время они были в таганроге все это время без связи с адвокатами с родными их там нет их там нет там сидела в таганроге именно если есть под рукой google что называется погуглите и просто посмотрите какая девочка марьяна чечелюк марьяна чечелюк полицейская из мариуполя 22 по моему лет невозможной красоты создание таких вот хрупкая невероятная она была она попала в плен и была именно в таганроге была в таганроге ее обменяли не так давно и она дала показания украинским юристам украинским адвокатам они зафиксированы для естественно международной адвокации это юнициальная юрисдикция действительно готовится трибунал по военным преступлением по войне в украине и поэтому показания все это при нем берутся и но это страшные вещи то есть если человек что называется вот заморожен это заморозить это их там нет его там нет его нет значит скорее всего таганроге скорее всего он там это бывает в сезо 2 симферополя это бывает там в крыму в каких-то сезо но когда человек переводит в ростов там 5 сезо в ростове и он попадает в судебную базу даже если он получит пожизненный совершенно понятно 6 любые сроки называется ппж пока путин жив да и в любом случае у нас адвокаты вот ездят по пожизненным зонам и навещают таких осужденных украинцев хотя они военнопленные военных нельзя судить как обычных гражданских людей да и хотя гражданские тоже там сидят марьяна чечилюк она же в общем это полиция да это паспортисты да например они в 1 в нормальном состоянии духа я бы сказала в каком-то удивительном состоянии духа потому что они точно знают что они выйдут что они будут сидеть пожизненно на острове огненный или в черном дельфине они это точно знают в мордовии там много украинцев это я говорю о военнопленных но вот тогда когда люди попадают судебную базу там это уже все смешивается и военнопленные гражданские очень часто делают какие-то группы такие довольно странно сочетаемые есть еще страшное совершенно сизо в камышине это волгоградская область вот оттуда приходят люди в обмен попадают украинцы там тоже с уже серьезными психическими проблемами потому что там даже нельзя между собой разговаривать между собой вообще разговаривать нельзя украинцы там до 60 годами были у нас сообщения из кинишма это ивановская область анонимные сообщения от врачей местной больницы то есть мы знали что все за кинишмы содержатся украинские военнопленные но уже обратились врачи потому что им их привозят избитыми не всегда удается их спасти то есть там где мы получаем информацию ну ничего хорошего я сказать не могу а в этих местах и в том числе в этом сизо в таганроге находятся только украинские заключенные или есть российские заключенные тоже раньше были сейчас почти нет или нет совсем потому что если бы они были у нас было бы связь российские заключенные все-таки как-то умеет это делать украинский